В округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент прививку сделали более 30 тысяч жителей Люберец. И каждый день эта цифра растет. Глава округа Владимир Ужицкий побывал в стационарном пункте вакцинации, открытом в одном из торговых центров. В стационарный пункт вакцинации Владимир Сухов пришел повторно. Несколько дней назад ему ввели первый компонент спутниковии. Вспоминает, после первого укола осложнений не было. Температура оставалась в норме, рука не болела. В ноябре прошлого года Юлия Лакулес переболела COVID-19. Анализ показал, антител в организме мало. На консультации врач сообщил девушке, что сейчас лучшее время, чтобы привиться от коронавирусной инфекции. После заполнения анкеты и осмотра врача введен первый компонент. Сейчас мне отметку сделают и нужно будет зарегистрироваться в госуслугах. То есть отмечаться дневник наблюдений. Потом на повторную вакцинацию. При повторной вакцинации можно будет распечатать уже сертификат себе полностью, что повакцинировано. На английском, на русском языке. То есть, что мне и нужно будет при выезде за границу. В день работы пункта вакцинации в торговом центре «Светофор» в среднем прививается около 80 человек. Для приобретения коллективного иммунитета надо вакцинировать не меньше 60% населения городского округа. У нас 60%, по нашим оценкам, это около 160 тысяч населения. А сегодня вакцинировалось всего только чуть более 33 тысяч. Поэтому нам для того, чтобы подобраться к коллективному иммунитету, еще предстоит большая работа. И это зависит от каждого жителя. В округе открыто 22 пункта вакцинации, 12 в поликлиниках и 10 в торговых центрах и МФЦ. До конца недели откроют еще два – в торговом центре на Новорязанском шоссе и в МФЦ Томилино. Адреса всех пунктов и график работы можно узнать на сайте администрации городского округа и в социальных сетях.